Здравствуйте. В этом видео я расскажу о некоторых особенностях нарезания резьбы на стеклянной бутылке. Поделюсь своим опытом обработки стекла на токарном станке резцами. Сначала я покажу, как я это делаю, а потом уже расскажу об особенностях изготовления. Бутылочку закрепил, под кулачки подложил картонки. Теперь начну бутылочку разрезать. Смазываю. Смазываю водой и потихонечку сейчас буду резать. Всё, отрезал. Этим же резцом сейчас буду выравнивать торец. Сейчас буду протачивать поверху. Сейчас сделаю заходную фаску. Сейчас проточу канавку. Сейчас начну резать резьбу. Но, как обычно, за несколько проходов. Сейчас мы как-то попробуем. Поехать! Метовая корра. Метовая корра. Сделаем. Метовая корра. Прива kosим. Ну всё, резьбу нарезал. Верхнюю часть бутылочки также закрепил через картонные прокладки. И также сейчас буду выравнивать торец. Сейчас буду растачивать под резьбу. Этим же резцом сделал канавку для выхода резьбы. И сейчас сделаю фаску заходную. Сейчас буду нарезать резьбу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Всё, резьбу нарезал. Теперь можно свинчиваться. Можно снимать со станка. Вот, всё готово. Осталось помыть и бутылочка готова. Какую выбрать подходящую бутылку? К сожалению, все стеклянные бутылки не круглые, разнотолщинные, кривые. Это сильно усложняет работу. Например, 5,25, 2,25 и 2,22. Разница толщин 3 мм. Бывают местные утонения, местные тонкие стенки, как у этой. Везде более-менее равномерно и местные утонения. 1,39 и 3,7. А бывает и вообще очень тонкостенная бутылка, как вот эта. Из таких бутылок практически невозможно ничего сделать. Поэтому важно подобрать бутылку круглой формы, и у которой стенки толстые и одинаковой толщины. Если бутылка снаружи кривая, то нечем с ней и связываться. Но разнотолщинность стенки обнаруживается только после разрезания бутылки. Какие я использовал резцы? В 2011 году, когда я нарезал первые бутылки, я использовал резцы немаркированные, которые купил на птичьем рынке. Марка твёрдого сплава этих резцов мне неизвестна. Как я уже много раз отвечал в комментариях. Когда я купил часовые резцы Орловского часового завода с пластинками ВК-6ОМ, то решил попробовать использовать их для изготовления разрезных стеклянных бутылок. К сожалению, все орловские резцы были только одного типа – отрезные левые. А мне, по-хорошему, надо было 9 разных типов резцов по числу операций резания. Разрезать бутылочку, проточить поверху, выполнить канавку под резьбу, снять заходную фаску, нарезать резьбу снаружи, расточить внутри и так далее. Но для упрощения некоторой операции я выполнял одним резцом. Поэтому я сделал всего 5 разных резцов. Разрезал бутылки я не обычным отрезным резцом, а затачивал отрезной резец так, чтобы угол был при вершине в плане 60 градусов. Это я делал для уменьшения скалывания кромок. Для обработки бутылок снаружи переточил два резца. Одним резцом я протачивал бутылку снаружи, делал канавку и фаску. То есть для трёх разных операций сделал одну заточку с углом при вершине в плане 60 градусов, а другой резец заточил для нарезания резьбы. Для внутренней обработки бутылки переделал орловские резцы так. Отрезал с помощью УШМ часть державки резца с пластинкой, просверлил в ней отверстие, в оставшейся державке выполнил резьбовое отверстие и отрезанную часть пластинки прикрутил болтом к державке. И уже такие резцы затачивал. Один резец заточил так, что и можно было расточить диаметр изнутри под резьбу, сделать канавку и фаску. А другой резец заточил для нарезания резьбы. Почему я выбрал резцы именно Орловского часового завода? Потому что на них стоят пластинки из ВК-6ОМ. Это лучшие отечественные твёрдосплавные пластинки с самой высокой твёрдостью. Я их купил на Дерек-Клод. Кстати, именно из ВК-6 и ВК-6М делают пластины для свёрл по стеклу и кафелю, то есть для обработки очень твёрдых материалов. А у пластин Орловских резцов материал даже не ВК-6М, а ВК-6ОМ особо мелкозернистый, то есть ещё более высокого качества, чем у пластин для этих свёрл по стеклу и кафелю. Кстати, шаберные пластины изготавливают из ВК-6ОМ. Как я затачивал резцы? Передний угол оставлял 0 градусов. И переднюю поверхность я не точил, оставлял заводскую заточку. Передняя поверхность у этих Орловских резцов доведена до зеркального блеска. Задние углы затачивал на алмазном круге, делал примерно 10-15 градусов. И доводил также до зеркального блеска алмазной пастой. Как я довожу резцы? Есть несколько видео. Адреса есть в описании. Почему я довожу резцы до зеркального блеска? Потому что при работе со стеклом очень важна острота режущей кромки. А острота режущей кромки зависит от качества обработки обеих поверхностей, которые образуют режущую кромку. Именно так сделано у шаберных пластин. Важно доводить только самый кончик кромки. Стекло хрупкое. Когда режущая кромка резца недостаточно острая, увеличивается сила врезания резца в стекло. И это приводит к разрушению бутылки. Бутылка лопается. И это главная причина разрушения бутылки при её нарезании. Недостаточная острота режущей кромки из-за плохой заточки или из-за её затупления. Стекло очень твёрдое. Поэтому режущая кромка резца очень быстро тупится. И поэтому надо постоянно поддерживать её остроту. Обычными алмазными кругами, у которых средняя зернистая 125 на 100, невозможно получить зеркальную поверхность и, как следствие, острую кромку. Как мне показалось по комментариям к моим видео по доводке режущей кромки, некоторые придают недостаточное значение доводке режущей кромки. А ведь это очень важно для качества резания, особенно для чистоты обработки. Как показали исследования, доводка резцов уменьшает шероховатость обрабатываемой поверхности на один класс и увеличивает стойкость резцов в 1,5-2 раза. Конечно, доводка кромок целесообразна при окончательных часовых операциях, а не при обдирочных. А вот такие детали с обычной заточкой резца не получишь. Только с доведёнными резцами. Резьбу я нарезал шагом 1,5 мм, но не метрическую. Угол профиля резьбы делал не 60 градусов, а 90. При этом высота профиля резьбы 0,4 мм. Почему я увеличил угол? Потому что, во-первых, стенки бутылки тонкие, надо сделать высоту профиля меньше. Во-вторых, резьба прочнее, если угол при вершине больше. И, соответственно, резьбовые резцы для нарезания наружной и внутренней резьбы я затачивал так, чтобы угол при вершине в плане был 90 градусов. Какую я применял охлаждающую жидкость? Обработку я вёл мокрым способом, то есть без пыли. И вам так советую. В качестве жидкости я использовал обычную воду. Существует рекомендация использовать при обработке стекла скипидар. Я пока пользуюсь водой. Но в этот раз верхнюю часть бутылки попробовал обработать со скипидаром. Мне показалось, что со скипидаром действительно лучше, но грязно. О защите направляющих станков от продуктов резания. Да, при обработке стекла резцом образуется стеклянная пыль, стеклянный абразив. Но не надо этого бояться, думая, что я или вы портим станок. Во-первых, направляющие станины я закрываю тряпкой. Во-вторых, так как обработка идёт в мокрую, то нет и пыли, которая могла бы лететь и проникать в трущиеся поверхности станка и в мои лёгкие. В-третьих, нет ничего крамольного работать на токарном станке абразивом. Существуют штатные шлифовальные приспособления для токарных станков. Их можно посмотреть в интернете. Их много для разных станков. Вот эти приспособления штатные и применяются для часовых станков для наружного и внутреннего шлифования. На этом фото шлифовальные приспособления для большого станка. Ещё раз подчёркиваю, что это штатные приспособления, то есть шлифовальные работы, предусмотренные изготовителем станков. Советские токарные часовые станки С-1, Т-65, Т-28, С-28, С-95 и швейцарские часовые шаублины 65, 70, 90, 102 имеют штатные приспособления для внутреннего и наружного шлифования. И эти станки работали в 2-3 смены по 8 часов и до сих пор они работоспособные. И мы пользуемся этими станками. Применение шлифовальных приспособлений расширяет возможности токарного станка. Еще несколько замечаний. Надо иметь в виду, что бутылка становится немного ниже, чем исходная. Чтобы сохранить исходную высоту бутылки, её надо сделать из двух разрезанных бутылок. Резьбу после изготовления смазываю вазелиновым маслом. Можно просто вазелином. После смазки части бутылки соединяются мягче. Уменьшается специфический стеклянный скрип. Бутылки очень непрочные. Хранить их надо бережно. У меня то и дело спрашивают, для чего я нарезаю резьбу на бутылки. Могу ответить вопросом на вопрос, а зачем было англичанам танцующую блоху делать, а левшей её подковать. Я всегда с интересом и уважением к мастерам смотрю видео про изготовление необычных сложных изделий. Мне это интересно и поучительно. Я думаю, что сложная работа на токарном, в частности, станке, показывает технологические возможности станка и возможности человека. Неспроста левша в русском языке стала нарицательным именем, а выражение подковать блоху стало фразеологизмом. Может быть, мой опыт по нарезанию резьбы на стекле будет вам интересен, а может быть, кому-то и пригодится в практической деятельности. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.